Книга «Открытым оком», тема «Обращение ко Христу», 3 том, вопрос 1087. Что значит «сораспяться со Христом» и какие нужно читать молитвы об этом, просить Бога, возносить Ему, чтобы это сораспятие получилось? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Чтобы зримо представить этот ответ, нужно представить отвечающего, в удивлении поднимающего руки перед собой и опускающего их. Это уже полновесный православный вопрос. Нам бы только заклинательные молитвы Гиприану достать и суметь пробиться к святому Уару и Паисию Великому после смерти. Когда апостол Павел говорит о сораспятии, то он говорил не о словах, поставленных в молитве в определенном порядке, а об отвержении своего «я», своего эгоизма. Галатам, 2 глава, 19 стих. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога, я сораспялся к Христу. Как бы ты ни был научен, как бы ни был наставлен в вере от своих родителей, ты должен проверить все по Библии и не наставить на своем. Наши «я» — это наш внутренний мир, это внутренний человек, что составляет нашу действительную сущность. Должен быть предан безжалостному растерзанию, распятию, чтобы нам своскресли со Христом для новой жизни. Колосиным, 2 глава, 12 стих. Быв погребены с ним в крещении, в нем вы своскресли веру в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Со, как и Ко, означает «совместный». Каждому хотелось бы воскреснуть, но это означает и сораспятие. Это означает ежедневное поругание своей гордыни, готовность поступить со собой. И об этом можно молиться примерно такими словами. Господи, помоги мне отвергнуться самого себя. Я бессилен сделать это своими руками, своими силами. Изгони из меня всякие обиды, самохотение, стремление к плоским удовольствиям. Все мои страсти да будут распяты. 1 Коринфинам, 9 глава, 27 стих. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. Продолжение следует...